Так, ну что, ребят, стартанул я стрим Через 2 минуты вернуть Стоп старт сделал, может быть, поможет Это от лагов, потому что с моей стороны Проблем вообще никаких нет Может быть, это из-за задержки Какая-то хрень была, не знаю Сложно мне сказать Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что, газ-пул Добывается газ, газа больше У кампища мутифеля на 30-ку Здесь у нас 3 хаты Мутифеля, кстати, игреоподобный Блаобил Использует мутифель Кстати, в лайпус 3-хат На фреоне против тифеля Пытался лингами задавить Но у него ничего не получилось Так, пошло все Отписывайте про лаги Надеюсь, лучше станет Бейлинг-нест У тифеля делается Дрончиков подстраивает Некоторое количество Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бейлинг-нест готов... Тифеля больше на 6 рабочих Рабов вообще много он строит Я вам скажу Но Ханфи пытается под пуш делать У него 20 лингов Которые бегут вперед У тифеля только-только муф доделся Я вижу одного бейлинга у тифеля Еще плюс 2 делается сейчас Тут начинается... Куда-то... Ём, что тифель делает? Что ты творишь, тифтельчик? Здесь Ханфи окружается Мимо бейлингов пытается ворваться на мейн А на мейне нихрена нет у тифеля Только рабочих у него есть больше, чем у оппонента Так, здесь дроны начинают что-то... Уходить со второй базы Королева падает Бейлинги лингов минус 0 Здесь тоже бейлинги сейчас лингов попытаются заминусать Тифель тоже 24 линга строит Бейлинг взрывается вообще Ничего не убив сейчас практически Но выходит еще бейлинги Здесь Тифель ловит Ханфи Все, поймает в итоге по лимиту Все в плюсе осталось Но парабам уже сравнялись сейчас Так, Ханфи пытается дрона забрать Дрона заберет, безусловно Тифель контр-пуш сейчас делает Там 6 роучей заказано Не помог стоп-старт Печальник, если что, он не помог Забегает теперь Пытается роучей окружить А толку тут здесь роучей очень много Окружение не спасает В итоге пытается тут армор реводжера не пробить Слишком арморенное яйцо 5 армора, естественно Поэтому не получилось Тифелю продавить И Ханфи больше на двадцатку Почти лимит 42 на 8 Боевой лимит Нужно выходить Сейчас Ханфи выйдет И добивание будет делать Тифеля Прогорел как-то Тифеля, по-моему Попытка овера закидать фаерболами Неудачная И побежал вперед Ханфи сейчас Тифеля ловить Не ловить, точнее убивать Уже глоб Линги забегают Там бэйлингов пару есть Смотри, сайт Как будто падает Ну, пофиг Не надо бэйлингов пытаться Фокуснуть Надо подождать реводжеров Просто и зайти нормально С реводжерами что я и делаю Сейчас Ханфи Пытается ворваться Нужно фокуснуть бэйнов Бэйнов не фокусит Ханфи Реводжеров прям в роучей привел От бэйнов убежал Вроде как Руучей окружает оппонента Рууч пытается уйти Здесь реводжера пытается Фокуснуть Тифель Не так-то просто оказалось Реводжера фокуснуть А, не, он не реводжера Фокусал ГГ, короче, 1-1 Ребят, ждем продолжения Ну что ж, ждем третью решающую Ребят, ждем тревога 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 Ребят! Продолжение следует... 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 Ну а потом в Бролиге финал. Продолжение следует. 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 Продолжение следует... Захожу в игру... Да, сейчас вот март начнется, я все-таки, наверное, договорюсь и запилю тогда, короче, все-таки этот сервер с отдельными потоками, что я думал, нужно или нет. Ну вот для таких именно ситуация это и нужно, когда у тебя вроде с интернетом все нормально, а такая дичь происходит, в общем-то. Ну я в любом случае все подстремлю, вот. Запись будет, чтобы еще и запись была, и демки у меня, чтобы были. Сайт то падает, что поднимается, какой-то DOS идет или что там идет, я не знаю, или наоборот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, В5 полетели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тефель массит лингов просто в жестких количествах сейчас Это Беллингбаст будет к Снуту А Снут уже готов к Беллингбасту У него 3 королевы плюс 9 рущий Но он сам вперед выдвигает, что самое интересное Тефель забегает лингов, пытается все окружить Окружает королев, окружает рущий Но здесь ведь и линги есть сзади И Тефель нахрен в мясо здесь разваливается Просто разваливается флам Нужно идти дальше Снуту, что он и делает Из демедженных рущий, морфит реводжеров Королев в трансьюзе не тратит пока Еще 20 лингов строит сейчас Делает у нас Тефель У Снут тоже лингов добавляет Но у Снут не только линги У Снута рущий, реводжеры 7 беллингов здесь уже не спасет Ничего Заходит Тефель Так, а куда Снут, блядь, порвал? На личинке, ну смысл один на личинке Вот, кстати, на яйца, погодите У Фаербулла 60 демеджа То есть он яйца Беллингов законтрить может с первого удара Здесь сплит пошел Сплит хороший Королевы живут Роущут, ГГ, 1-0 Снут Великолепная реализация ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нормально стало Это хорошо, что нормально стало Захожу к Снуту в игру И к Сефелю Все уже здесь практически Захожу к Снуту в игру ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 1.0 снуд ГЛХФ, ГЛХФ, погнали Лирилак, карта вторая снуд, газ, пул, что ли, собирается сделать Похоже на то, снуд, газ не отменяет Атефель через отмену газа играет Возможно, это просто Лингис Мувом подгрыз А может... Ой, снуд увезет очень сильно Он овером в правильном направлении летит, Атефель нет Ну да, судя по всему, это... Хотя, может, даже это не подгрыз, а полноценный Бейлинг-баз с одной базы Посмотрим, что вот так будет Так, хата ставится у Тефельчика Снимает снуд всех рабочих с газа Это подгрыз Бейлингами будет сейчас Отпустила, вру, отлично, что отпустила, ребята Вы меня радуете Спасибо за информацию Держите в курсе Ну, не знаю, в общем-то Там явно кто-то что-то делает Потому что, если никто не пишет Не значит, никого на месте нет Отбегает снуд Тефеля Тефель разворачивается Снуто пока нет Бейлинг-нест Плетки там пошли Прям вообще жесть Ну, сейчас снуд хату будет отменять И дронов заказывает он уже Тефель пытается отогнать снуду А отогнать не получается Теперь чатик упал Да все, не слава бог Тот стрим не работает А теперь чатик падает Да что за хрень-то вообще Линги новенькие-новенькие От снуда дотекает Нужно уже развернуться И принять бой с лингами, дронами И королевой оппонента Ну, это опасно тоже делать Снуд это прекрасно понимает Все, сейчас мув будет готов Пробегает просто на мейн Здесь плетка строится Снуд окружает Линга одного минусует Пробегает мимо плетки Пытается дронов подгрызть Дронов пока не подгрызть Так, рывается Здесь линги оппонента приходят Одного скушал К дрону ворваться не получается Хорошо тут снуд лингов Поджирает Тефельский Смотрите Пускает по одному Блин, красавчик Снуд на самом деле Не откажет в таких моментах Снуд очень хорошо действует Одного Блинга забирает Плетка спускает Садись и дроны еще есть Дроны под ударом Под ударом Снуда дроны Четыре линга все еще живы И на мейна опять пытаются пройти Нет, дрона на второй базе Забирают Одного Второго не получается Парабам Снуд уже в плюсе Ну, великолеп Просто играет О, вроде и чатик поднялся Третья Ставится Без муа Тефеллингами Уходит домой Пять минут полет Нормальный Спасибо за инфу Хорошо, что так работает Забей, Блин, Кваси Есть люди Которые не вкуривают И не собираются вкуривать Они ничего Девять роучес Ну, он делает Примерно то же самое Что на ульрене Здесь у нас получается Королевы тут по центру Что-то ходят уже И вперед Выход пошел У Тефеля Роуч Ворон Поздний У Тефеля Лэйр Третья хата 34-8 Боевые лимит Сейчас Снуд первого Реводжера Морфит 12 лингов Троица Линги с мувом Поэтому они Очень быстро Дотекать будут Нужно брать Все Вперед Здесь королева Чуть на овера Сагрилась Нужно бы ее отвезти Плеток Тефель Заказывает Не поздновато ли Дружок Ты плетки заказываешь Поздновато Проходит Снуд мимо Плетки главной Точнее не главной Плетки уже готовой Бэйлингов Укуснул Нужно наламываться Лингами Нужно наламываться Всем По плетке Фаербойчик падает Снуд плетку минусует Вторую Лингами попытался Минуснуть Уводит все назад Контроль Как обычно У Снуда Просто великолепнейший Сплитрующий Великолепнейший Очередной Гоу ФСК Для Снуда По-моему Это ребят Хотя Б5 у нас Не будем Вперед забегать Спасибо ребят За инфу Чатик Как у тебя Соберлаги не писали Ну я-то В конфу Спамил И так Поэтому Не должно быть Снуд Просто великолепен Сегодня Так Захожу в игру Работает Но падение Было Недолгое Лучше Не обновляйтесь Ребят Туговато Как-то ГГ обновляется Я бы Сказал И Спасибо Субтитры Продолжение следует... 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 И... Продолжение следует... 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 Наверное, по какому поводу они, конечно. Эволюшн ставится на мейне. Эволюшн ставится на мейне. По боевому лимиту Тефеля 94 на 56 нута. Вот линги заходят, линги пытаются на мейн пройти. На мейн не пройти. Тефель прекрасно все это дело видит. 35 роучей в 14, но у Тефеля нету реводеров. Но роучей просто гигантское количество. А самое главное, через 2 секунды мув будет готов. И это значит, что Снут просто не успеет... Так, фаерболы по оверу пошли. Что Снут просто не успеет отмаситься. Вот в чем проблема. С оверами я Снут тоже навтыкал здесь. Новых роучей заказывает. Но соплай блок здесь. Здесь роучи на муве вырываются. Может быть фаерболы смогут зарешать здесь. Я не знаю, в битве. Если Снут грамотно встанет. Снут встает грамотно. А зачем вперед-то выходит Снута? Так, Тефель на фаерболы. Встал бы вот здесь в этот проход, чтобы они в куче стояли. Хотя, с одной стороны, фаерболы-то бы сильнее били. Но тогда бы и бейлинги жестче. Сифелевские сработали. Но бейлинги, мне кажется, это уже тут на фаерболы надо было рассчитывать. А экономику-то отмасил. Но по боевому лимиту Снут намаситься не смог. И Сифель все-таки пробревает его в итоге. ГГС, Лут пишет. 1-2. С дроидом приложения работает нормально. Ну, у кого-то нормально, у кого-то ненормально. Все нормализовалось. Миша отписал, появляется Миша и все начинает работать. Ну, потому что Миша это создатель. Он сидит где-то там, вот. Как матрица-создатель. Или к нему тяжело попасть. Ну, когда он в теме, когда все контролит, так все сразу же нормально становится. Каким образом Стрэндж разобрела лейзера, ты можешь посмотреть в записи. Она на главной странице есть, на Гудгейме. И так же вступайте в группу ВКонтакте. Она есть в описании. Гудгейма, Эскадва ТВ, Твича, всего-всего. И там я запись тоже выкладываю, естественно. Так, ребят, мне хочется отойти сейчас. По делам важным. Сейчас я в пынчик поставлю от кого-нибудь на минутки-полторы, меня не будет. Я не буду говорить. Я не буду говорить. Я не буду говорить. Я не буду говорить. Так, привет, Яндек. Слушай, а чем та-то плоха? Она же такая же, какая-то практически. И очень мягенькая, удобная. Так, везде все должно перестать лагать. И с чатиком проблем не должно быть. И ГГ должен подняться. Короче, всем спасибо, кто чинил. Миша, спасибо за приход. Короче, ребят, респект он. Как обычно, всем причастным. Уснута третья хата. Да, делается мув. Милкика, да, бывает, присутствует. Спасибо, короче, ребят, всем за поддержку. В любом случае, за любую. За внимание, за подблоки, за премиумы, за поддержку по реквизитам. Написали через плеер, кстати, сделал я Сберовскую карту. Уже пришла смс, что она пришла. Завтра заберу. Так, добавится по реквизитам, чтобы удобнее было. Потому что многие раньше частенько через Сбер удобно поддерживали. Ну что, снута есть мув. Снут пытается третью хату Тефелю сгрызть. У Тефели есть бейнер. Что-то я снута перехвалил в предыдущих играх. Он реально четко все делал. А вот сейчас просто увидели 5 лингов. Ну, казалось бы, что такое 5 лингов? Ну, атака захлебнулась просто сразу и все. 5 лингов отдал. У Тефеля масс, масс бейлинги, ребят. Линги и бейлинги. У Снута тайминг Роуч Ворона ужасный. Он просто не успевает сделаться. 3 бейна сейчас морфится. И на третий хат явная проблема. У Снута Тефель прибегает. Королева окружена моментально. Дроны под ударом оказываются. Так, пытается лингами бейнов подгрызть. Одного сгрызть. Ну, 3 линга, правда, на это потратил. Можно было бы и поменьше потратить. Так, бейлинги Тефельчика заходят. Бейлинги Тефельчика пока не взрывают. Тут сейчас все взорвались. Один бейлинг. У Снута живой. Нужно как-то его минуснуть. У Тефеля контроль пока что так себе. Королева вперед какой-то вырывается. 8 Роучи. У Снута заказана. У Тефеля 9. Но Тефель бегает, думая, что сейчас он роучами будет нормально все сделать. Но У Снута-то рабочих на десятку больше. Но ты сюда пришел, так реализуй преимущество свое. Было преимущество просто гигантское. Расконтроль элементарно пару бейлингов. Я понимаю, что это непросто. Но такого уровня игроки должны уметь это делать. И в итоге все. Преимущества у Тефеля нету. По-воевому одинаково. Примерно по роучам тоже примерно одинаково. Тефель что-то вышел, было роучами вперед. Снут его испугал. Сам вперед пошел. И Тефель назад отступил. Game paused. Паут Тефель просят. Великий подчинитель. Да, великий подчинитель. Паут Тефель. Ну что, люди возвращаются понемножечку. Ребят, финал GoFoSK смотрим. После финала GoFoSK сразу же начнем Бавролигу. Ну как я и предполагал, около 8 часов это начнется все. Я так людям и написал, потому что раньше смысла не было. Люди уже ориентировались многие на это именно время. Ну а после финала Бавролиги, может, еще посмотрим там Тинг турнир. Порестрирую я. Вот по эстрейд. Там на Ниве сегодня играю. Я чисто его матч хочу посмотреть. Что он там натренил. И если его Банни пробреет, а Банни сейчас силен, то может, подгорит. 105-113 по лимиту. На 60-48 барабан в пользу Снутону теперь вырывается сейчас вперед. Ну что тут просто. Посмотрите, какой от Тефеля реально река юнитов сюда течет к Снуту. Боевого лимита на пятнаху, между прочим, больше. Но у Реводжеров больше у Снута. И это может зарешать. Но плюс 1МУ у Снута не доделались. И у Тефеля очень хороший из-за этого тайминг получается. Несмотря на то, что фаерболы попадают, Снут уже вынужден своих дронов вперед брать. Вот все и преимущества по дронам. Дроны вынуждены драться в итоге. Снутовские. И Тефель продавливает. Ребятки, 2-2 интрига у нас. Вот это да. Никто не ожидал от Тефеля. Но Zero Micro осталось в прошлом. И Тефель начинает просто возвращение. Комбэк в финал. Дошли мы до решающей пятой игры. Как так Снут умудрился упустить? Я даже ХЗ, но вот умудрился вот так вот Снут упустить. Так, фаерболы падают. У Снута прирост вышел. Кстати, боевой лимит 60-48. Снут-то с приростом своим отбивается. Но у Тефеля рабочих уже больше. Но у Снута, между прочим, мув роучем есть. И сейчас он на халяву... Охренеть, я анализатор. Снут-то отбился. У него плюс один. Линги бесполезны стали. Ребятки, Снут камбэчит в эту игру. Вот зачем больше дронов иметь. Взял, потерял, но отбился с ними. И в итоге... Охренеть, у Снута такой прирост. Снут просто царь камбэка какой-то. Блин, теперь зря на АФГ залез с Лемиум Книгу. Хотя он тут там бой изначально и принял. Но, может быть, стоило отступить. Оказался между приростами с третьей и с мейна со второй. В итоге Снут его разваливает, ребят. И это очень хорошо. Для Снута, конечно. А для нас хорошо тем, что... Мы сейчас будем смотреть по Бролигу. Вот такие вот дела. Ну что, ребят. Делаю стоп-старт с минутной задержкой. Я вернусь сейчас к вам. А, вебку я сам случайно вырубил. Вот он я. Сейчас вернусь, ребят, через минутку. Забыл про вебку.